Российская серия кольцевых гонок преодолела экватор — половина этапов позади. Причём выходные в Казани выдались драматичными уже в первой гонке младших классов. На 10-й секунде, на выходе машин категории Touring Light из второго поворота, Артём Фридман в стиле американских полицейских подтолкнул удачно стартовавшую была Татьяну Елисееву, которую моментально развернуло навстречу пилотону догоняющих из категории S1600. Увернуться не успел пензенец Михаил Дралин, чей Kia на полном ходу протаранил Пола Елисеевой. В итоге Татьяна и Михаил с травмами отправились в больницу. Редакция «Автоплюс» желает обоим скорейшего выздоровления, а гонку перенесли на вечер. Победы в обеих гонках класса Super Production достались пилотам на бэках Honda Civic, которые использовали не только скорость, но и хитрость. Мало победить, надо еще победить красиво в борьбе. Вот, собственно, что сегодня получилось. Я реально очень старался быть аккуратным, чтобы не повредить нигде автомобиль. Когда ко мне уже Лодыгин подъехал, сзади меня обогнал, я думаю, надо отпустить, пусть они с Андреем поборятся. Я, наверное, воспользуюсь ошибкой. Так и получилось. Они на выходе на дальний прямик начали бороться друг с другом, потеряли темп. И мне удалось их обмануть, проехать сразу двоих перед торможением с длинной прямой. В топовом классе СМП «ТСР Раша» продолжает лидировать Михаил Симонов, для которого это первый сезон в высшей лиге. Спортсмены из Сызрани преследуют лукойловцы Владимир Атоев и Александр Смолер. В Казани на их счету выигрыш в квалификации и три подиума, включая победу в пятничной гонке. Смолер был одним из многостаночников. Сначала проехал две короткие гонки на переднеприводном «Хёнде», а потом осилил трёхчасовую гонку на прототипе BR03 команды SMP Racing. Самыми быстрыми оказались два экипажа на прототипах BR03. А первым финишировал номер 17, которым поочерёдно управляли Александр Смолер и Кирилл Смаль.